всем привет у нас на канале наконец-то 4000 подписчиков и в честь этого я выпущу одну из проверенных стратегий можно сказать мыслей даже логически чисто можно понять то что они будут верные во первых хочу сказать под последним видео именно не прогноза не прогнозов полезных сайтов ресурс вы набрали хорошее количество лайков спасибо тем 338 подписчикам и также кто ну смотрел тоже мои видео тоже благодарю конечно сайт полезный думал ну лайков больше наберется если бы набралось больше лайков под этим видео я бы уже давно выложил еще какой полезное видео упрашиваю да тем самым кого-то у вас лайки меня радует то что большинство людей все-таки поддерживают меня три дизлайка видим всего просто нажимайте лайк чтоб я видел то что ну действительно кому-то информация либо информ ну полезные сайты или еще что-то действительно нужны я вижу настоящую активность только по лайкам всем спасибо сейчас переходим к стратегии на желтые карточки объясню вкратце приведу один пример чтобы не затягивать видео думаю вам и так все будет предельно ясно значит так это во первых я вас не заставляю ставить по этой стратегии это собственные мысли идеи рассуждения также это может просто быть как дополнением к вашей стратегии на желтой карточке эта стратегия заключается на второй тайм тот он меньше трех или 35 где-то меньше четырех желтых карточек нам нужно флэш вскоре находить матчи там где показывают статистику желтых карточек в малоизвестных матчах бывает то что желтой карточки не показывает как вот здесь энрике получил желтую карточку эвертон значит так ждем когда закончится первый тайм нам нужно чтобы первая команда получила две и более желтых карточек также вторая команда чтобы получила тоже две и более желтых карточки но это не все вы думали так просто типа а четыре карточки получили значит следующий тайм тот поменьше да будем ставить на тот он меньше но нам нужно еще рассмотреть самое главное нам нужно что мы в первой команде желтую карточку в первом тайме получил защитник видим здесь получил защитник у второй команды тоже чтобы получил защитник здесь полузащитник но энрике защитник видим то что у первой и второй команды желтой карточки получили защитники вторые желтой желтой карточки получили полузащитники как показано по статистике чаще всего желтой карточки получает именно защитники во вторую очередь полузащитники чтобы прогноз был более успешен нужно чтобы у второй команды две желтые карточки либо больше получили только защитники и у второй команды тоже что было две желтые карточки и более и чтобы хотя бы один защитник там был то есть лучше чтобы за первый тайм у той и другой команды получили желтой карточки 3 защитника здесь мы видим то что у первой команды один защитник у второй команды тоже один защитник это более опасней но тоже можно эту ставку рассмотреть потому что довольно много уже желтых карточек тем кто играет не в нападение значит окна и на второй тайм мы будем ставить тотал меньше трех либо 35 либо тотал меньше четырех на примере португалии мы видим то что во втором тайме было получено 2 желтых карточки коэффициенты в португалии примерно на второй тайм желтых карточек меньше ну вот второй тайм тотал меньше 3 за коэффициент 2 конечно этот тотал может быть ниже 1 из 7 и 1 и 8 потому что первым тайм получили четыре желтых карточки но коэффициент должен быть в пределе разумного тем более если во втором тайме можно подождать минут 10 если получит одна из команд желтую карточку и также получит не нападающая полузащитник или защитник то можно ставить уже тот он меньше четырех тем более по лайву может вылезти даже до второго тайма желтая карточка меньше четырех в общем можете просто рассмотреть это мой совет по ставке на желтой карточке он самый логичный это не какие-то либо стратегии это чисто по логике думаю это лучше чем какая-то стратегия которая основана только на цифрах каких-то я думаю вы правильную мысль мои уже хватили и можете ее как-то доработать основную цель тотала меньше во втором тайме желтых карточки я вам объяснил всем спасибо всем подписчикам на канале уже 4000 начинал я помню 100 подписчиков кое-как дошел до 100 подписчиков думал уже забрасывать это дело но отчаяние типа да ну кому в принципе мои мысли нужны хотя и столько уже в ставках но по итогу видим 4000 всем спасибо обязательно ставьте под видео лайками я не рекламирую никакие букмекерские конторы никаких чудо-каперов просто доношу вам свои идеи мысли а так что думаю вас не затруднить поставить лайк или хотя бы дополнительно в комментариях написать плюс чтобы мне продвигали наши видео полезные проверяем стратегию она может быть просто дополнением к вашим мыслям всем спасибо еще увидимся